Я хочу сегодня, сегодня такую тему взял, где Иисус справляет праздники. Скоро у нас день праздников и сегодня у нас праздник. Вы никогда не задумывались, где вообще, как Иисус справляет праздники? Где Он их справляет? И я с вами открою Иоанна 5 главу, и мы начнем читать. Иоанна 5 глава. Иоанна 5 глава. После сего был праздник иудейский. И пошел Иисус в Иерусалим. Давайте мы сначала определимся вообще, что такое праздник иудейский. Откуда в иудее праздники? Что должно случиться, чтобы произошел праздник? Что праздник делает праздником? Вот есть у вас день рождения. Как день рождения стал днем рождения? Вы появились, правда? Может быть не для всех это праздник, но для вас это точно праздник. Для тех, кому вы дороги, это праздник. Ваше появление. Знаете, точно так же в Израиле. Каждый раз, когда Бог появлялся в их истории и оставлял свой отпечаток, все этот праздник. Пришел во время исхода, помните, огонь, ангел, Господь, все это праздник. Пришел и заступился во времена Есфири. Это праздник. Люди коллекционировали отпечатки Бога на этой земле. И каждый раз, где они видели Его явление, они отмечали, говорили, это особенный день. И тут мы читаем такие слова. Иисус, это и есть тот Бог, которого они празднуют, да? Сам приходит в Иерусалим. Это вдвойне праздник. Мало того, что они празднуют присутствие Бога, теперь сам Иисус в этом городе. Написано, не Иисус с учениками. Мы читаем чуть выше, Иисус отправил учеников всех. И сам пришел. Я не знаю, как... Что вы делаете, когда, допустим, если вы прилетаете в какой-нибудь город, или приезжаете в другой город. Есть воскресенье, и вы думаете, чем мне сегодня заняться? Если вы какой-то служитель, у вас есть ответственность. А тут вы служитель, но вы приезжаете, и понимаете, я могу сделать то, что я хочу сделать. Не то, что надо сделать. Не то, где мне надо быть. Я не знаю, наверняка в храме... Утро было очень ранее. Священники стали рано. Проверяли, фемиам ли на месте. Расстелили ковровые дорожки. Сегодня же праздник. Трубы начищали. Левиты распевали свой голос. Хитоны выглаживались. Все вот эти вот драгоценности натирались. Сегодня праздник. Но вот приходит сам именинник, скажем, да? Сам тот, в честь кого этот праздник. И что он делает? И мы читаем. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которых было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссовших, ожидающих движения воды». Знаете, если вы посмотрите на карту Иерусалима, вы увидите, что это купальня, это не по пути в храм. Это вообще с другой стороны. И суд говорит, знаете, что такое для меня праздник? Мне тортики не нужны. Для меня праздник это прийти в то место, в котором не нуждаются. Единственная причина, почему он сегодня сюда придет, знаете, какая? Не потому, что здесь собрались несколько праведников. Это на своем месте. Его присутствие зависит не от количества праведников, а от количества людей, жаждущих его, желающих и нуждающихся его. А я уверен, что он здесь. Знаете, почему? Потому что я вижу по вашим глазам, что здесь есть несколько человек, которые нуждаются. Поверьте, есть он сюда и придет, потому что вы нуждаетесь в нем. А я всегда уверен, что он приходит. Знаете, почему? Потому что я всегда в нем нуждаюсь. Аминь. Он говорит, я врач. Врач пришел для больных. Обогатящийся, что он написал, отпускает ничем. Если ты нуждаешься, Бог говорит, я хочу прийти к нуждающемуся. Придите ко мне, алчущие и жаждущие. Придите ко мне, обремененные. Ты не имеешь права сказать теперь, Господи, я обременен, но до меня нету никому никакого дела. Говорит, я тебе не разрешаю. Все, я тебе сказал, я тебе разрешил, приди ко мне. Знаете, вчера у нас была конференция проставления. Помните, то место, где о проставлении Иисус разговаривает? Около колодца. Самарянка. Самарянка, тебе ли говорить о поклонении? Это как бы уровень немножко, это уровень профессионалов. Но вот эта самарянка говорит, как вот ты думаешь, на какой горе Господь обитает? На вон той верхушке. Почему вообще люди на гору восходят? Чтобы помолиться. Господи, к тебе повыше, да? И вот, это всегда сложно. И кто-то смотрит, говорит, я-то понимаю, что я на гору уже не поднимусь. Я на эти ступеньки еле-еле поднимаюсь. Какая гора? Ну, мне вообще интересно, так, ради любопытства, на какую гору хотя бы было бы правильно прийти? На какой горе обитает Бог? Знаете, это в Библии не написано, но мне кажется, что вот этот момент Иисус вот так сделал. Ты хочешь сказать, где сейчас Бог находится? Знаете, где Он сейчас находится? Он сейчас находится рядом с тобой. Это единственное место, где Иисус признается, что Он Христос. Больше нигде Он не признавался. Он говорит, я здесь. Я хочу быть не на горе. Я хочу быть здесь, около колодца. Господи, так низко, нельзя опускаться. Он говорит, я хочу опуститься сюда. Я пришел, чтобы быть здесь. Не потому, что ты меня достиг. Дело не в тебе. Я хочу быть на этом месте. Разреши мне спуститься на твой уровень. Помните историю про молитву мытаря и молитву фарисея? Как вы думаете, кто из них там был, кто был положительный, а кто отрицательный? Мытарь или фарисей? Мытарь положительный, да? Давайте вместе скажем, Господи, спасибо, что я не такой, как фарисей, который... Знаете, мы читаем эти истории, нам кажется, все, мы же уже на собрании, Виталий, кому ты обращаешься вообще? Это же как бы не про нас история. Я же уже не такой плохой, как фарисей. Слава Богу. Но когда мы это говорим, мы сразу становимся им. Мы сразу как бы определяем, вот есть хорошие, вот есть те, которые встают рано утром и приходят на первое собрание. Но мы не из таких, мы пришли рано утром. Нам это стоило сложно. Иисус, знаете, я один момент, меня как-то, не знаю почему, ты всегда меня удивлял, когда, помните, Иуду Искариота, ну все мы знаем, что он предатель. Но мы-то знаем, что он предатель, почему? Потому что, ну как бы нам уже сразу известна эта история. Каждый раз, упоминая его имя, говорится, который предал Христа. И хотя мы посмотрим по жизни его, но он, можно сказать, был, ну человек в достаточном таком положении. Он кошелек носил. Вот кому вы из служения разрешите носить ваш кошелек? Так вы посмотрите, так, так, давай, наверное, ты. Да? То есть у него был кошелек. Когда Иисус посылал их по двое проповедовать, такого не было. У всех исцелялись, и бесы изгонялись, а почему-то у Иуды не получалось. Странно, к чему бы это? У него тоже что-то получалось. Когда, помните, Иисус сидит на вечере, с одной стороны Иоанн на груди, а с другой стороны, кто? Кому макну, тому дам. Он рядом. Он так близко. Я вот не понимал вот этот момент всегда. Думаю, интересно. Он берет, говорит, кому макну, тому дам, тот предаст меня. И он макает, дает Иуде, и знаете, что все ученики говорят? Не я ли Господи? Ребятки, еще раз повторяю, кому макну, тому дам. Не я ли Господи? И еще раз, кому макну, тому дам. Знаете, что такое макнуть хлеб и дать? Вот я не знаю, у нас может быть хорошее отношение, но даже с лучшим, с кем у меня есть отношение из вас здесь, если мы сейчас сядем за стол, и кто-нибудь макнет, и вот так вот скажет, Виталик, попробуй, это очень вкусненькое. Знаете, я скажу так вот, можно я сам? Ну, я могу только жене это позволить, это сделать. Это слишком интимно, это слишком близко. Иисус макает, говорит, Иуда, это вот мое твое отношение, это вот как я тебя ценю. Что ты на это ответишь? И потом приходит в Эдемский сад и говорит, он целует его, приветствую тебя, Рави. Он говорит, друг мой. Вы думаете, это издевательство? Так, чтобы потом совесть его замучила. Он говорит, вот мое отношение, дружище. Я пришел, я знаю, кто вы такие. Я знаю, что у тебя не получится. Тимофеон пишет, истина и всякого принятия достойного слова. Это все писание истина? Он говорит, нет, как бы хочу сказать, что это супер истина, что Иисус Христос пришел спасти грешников. Он говорит, из которых я первый. Он говорит, очередь уже занята первым. Первым вы уже не будете. Уже я первый, говорит апостол Павел. Не был первым. Я нуждаюсь в нем. И мое достойное участие, это не в том, что я не грешу, а в том, что я сужу себя. Когда я беру чашу, я не говорю, Господи, спасибо, я этот месяц прожил без греха. Я говорю, Господи, мне нужна эта кровь. Я не справлюсь без нее. Прости меня, я оставляю. Я обещаю ему добрую совесть. Я не обещаю ему безгрешную жизнь. Поэтому он приходит, где есть нужда. Знаете, моет ученикам, тут же Иисус, моет ноги. Петр говорит, Иисус, а почему только ноги? Помните, он говорит, позже поймете. А реально, а почему только ноги? Да, давай мне всего. Он говорит, нет, ноги. Вы поймете, почему ноги. А знаете, почему ноги? Потому что завтра эти ноги, эти пяточки будут так блистать, когда будут от Него убегать. Знаете, нам кажется иногда, что Иисус с нами относится. Почему? Да потому что я еще не сделал вот так. Иисус моет ноги, говорит, я знаю, что вы завтра будете делать. Знаете, как бы мы имели бы отношение с человеком, если бы знали, что завтра Он нас предаст. Петр. Знаете, это, кстати, отречение Петра, вам хочу сказать, написано обо всех Евангелиях. Таких немного текстов. Их можно на десяти пальцев посчитать. Представьте, Петру было сказано не просто однажды в твоей жизни случится несчастье и ты споткнешься. О, Господи, где же я споткнусь? Когда я споткнусь? Он говорит, нет, слушай, я тебе скажу, когда это случится? Сколько раз это случится? Что случится? Где случится? Прежде чем пробоет петух, трижды отречешься от меня. И знаете, что? Петр говорит так вот, вот тебе зуб этого не будет. Помните, все убегают, а Петр, я помню, помню, три раза, не отрекусь, я иду за ним. И он идет за ним. И тут написано, говорит, его окружили войны, взяли ножи свои. Нет, женщина спросила его, а ты случайно не тот, который? И знаете, как Марк пишет? «Он клялся и божился, что не знает сего человека». Перед Богом говорю, подожди, Петр, это же тебе было откровение. Кто ты? Ты Христов, Сын Божий. Знаете, когда Петр, это было отречение, это было такое громкое падение. Но Иисус мой, а ноги говорит, Петр, мне нужно тебе ноги помыть, ты должен понять, что это не должно тебя сломать, потому что я знаю, кто ты такой, я знаю, что ты сделаешь, я тебя люблю ни на перспективу, ни на сейчас, когда я тебя люблю, я знаю весь твой путь, поверь, я знаю даже больше, что ты бы мог бы сделать и не сделал. Но я пришел, для нуждающихся, я врач, это нормально, что ты болен, вы больны, и поэтому, кто признает, что он болен, все банкроты, но не все признают, что они банкроты. И когда Иисус воскресает, помните, ангел говорит так вот, Иисус говорит, позовите учеников и Петра, как будто отдельное приглашение ему. Петр на то время уже в лодку спустился. Все, Господи, я понял, это не мое. Да, перестарался, да, погорячился, не получается. Он говорит, Петр, ну что, это ты меня еще любишь? Знаете, Петр не говорит, да, Господи, я тебя люблю. Он говорит, ты знаешь, я даже не знаю, мне казалось, что я тебя люблю. я знаю, что ты меня любишь. Знаете, если бы Петр не отрекся, знаете, что он бы с братьями сделал? Иисус говорит ему, тогда пасти моих овец, вот сейчас ты можешь пасти. Когда они будут приходить, когда они будут падать, когда они будут спотыкаться, ты будешь тот, который будешь поднимать их, ты будешь тот, кто будешь укреплять их. Потому что, если у кого-то и нету шансов, то в первую очередь нету шансов у тебя. Только благодатью Божией. И он приходит и видит великое множество больных, слепых, хромых, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил и в купальню, и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую не был одержим болезнью. Нет, мы верим в чудеса. Иногда они случаются. Правда? Ну, с кем случаются? Кто первый, да? А не случается, почему-то, знаете, когда вот пастор проповедует о чуде своей жизни, мы все слушаем его, думаем, ну, конечно же, пастору я бы тоже бы чудо послал. Он же такой хороший. Он же первый. И ты сидишь в своем кресте и думаешь, интересно, на каком я месте в очереди? Ну, еще вот этот лучше меня, еще он ему не ответил, сначала ему должен ответить, потом вот этому, потом вот этому, а потом, наверное, где-то я. Знаете, вот как вот, как вот в мире выживает сильнейший. Кто первый? Кто ловкий? И ты понимаешь, да я бы хотел быть первым, не получается у меня быть первым. Да не выходит у меня быть первым. не та у меня уже прыть, не прыгну я первым уже, не перепрыгну я их, а они все появляются и появляются, эти первые. И ты думаешь, моя очередь, все откладывается, откладывается. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоровым? Знаете, такое чувство, как будто бы Иисус приходит и говорит, так, хочу сегодня десерт, сегодня же праздник, мою честь. Он приходит, написано, узнав его, он лежит там уже 38 лет, Иисус находится на земле меньше 38 лет. Он еще на небесах был, он уже там был, лежал в этой купальне. Он приходит к нему и узнав его, я хочу тебе передать сегодня такую новость, Иисус знает, сколько ты ждешь ответ на свою нужду. Он не тогда только узнал. Вы заметите такой момент, обычно, когда Иисус делает чудо, ну, там идет какая-то проповедь, правда? Сделал чудо, а потом объяснение, это я сделал, я сын Божий, ну, какое-то послание идет. Тут написано, Иисус сделал чудо и скрылся. Как будто бы ему нужно было чудо, просто ради чуда. Ни проповедь ему никакой не сказал. Просто он устал смотреть, как он там долго лежит, как долго он ждет. И был тот человек, который лежал 38 лет. Иисус говорит ему, хочешь ли быть здоров? «Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода, когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Тот говорит, знаете, Иисус говорит, хочешь, я тебе сделаю? Я хочу, потому что уже. Уже не ты просишь. Он говорит, может, тогда я тебя спрошу. Знаете, мы иногда к молитве относимся, знаете, мы к Бога не просим, а спрашиваем. Знаете, в чем отличие? Просить и спрашивать. Господи, ну что я буду своим умом тебе что-то подсказывать? Ты же все знаешь. Как мне надо быть? Он говорит, не получаете. Знаете, почему? Потому что не просите. Он говорит, ищите и найдете. Просите и дастся вам. Стучите и отворят вам. Скажите, что проще, стучать, просить или искать? Ну, кажется, самое простое это вот просить. Дай, пожалуйста, да, раз. А искать? Ну, это уже, где это может лежать? Не знаю, под каким стулом. Придется еще поискать. А есть, стучать, это добиваться? Он говорит, есть вещи, которые ты просишь, они даются. А есть вещи, которые надо искать. А, Господи, не даешь? Ну, ладно, хорошо. Он говорит, я хочу, чтобы ты меня просил. Проси меня, потому что мне важно, что ты просишь. Я считаю с тем, что ты просишь. Я рад, что ты такой скромный, такой смиренный. Но тут он приходит, и он говорит уже, так, давай я уже у тебя спрошу. Хочешь, люб, чтобы я тебя исцелил? Тот говорит, три причины, почему этого не может быть. Знаете, какие причины? Первая причина. Я, у меня нету правильного времени. Ну, вот вовремя, как-то не получается у меня все время. Мне говорят, что там хорошо, пока я туда дошел, что там хорошо, там уже хорошо закончилось. Потом иду в другое хорошо, а там уже тоже закончилось. И вот я вот хожу, а уже там все закончилось. Я недавно узнал, один человек нашел нефть в Египте. Долгое время ее искали, но не могли найти. А он говорит, нет, есть нефть, вложил много денег и нашел нефть. Знаете, как он ее нашел? В Библии прочитал вот это местоописание, когда, помните, написано, и взяли корзинку Моисея и осмолили смолою. Что такое смола? Это нефть. Господи, я же тоже читал. Это воскрес на школе еще. Как я сам не догадался? На душе. Ах, братья и сестры, читайте тщательнее Библию. В ней лежат сокровища. Другой человек написал книжку, и книжка называется «Как заработать свой первый миллион долларов». А у него спросили, а как вы заработали свой первый миллион долларов? Он говорит, а я написал книжку, как заработать свой первый миллион долларов. с таким названием точно купят. И ты думаешь, надо же, ай, хорошая идея какая. Когда нарисовали черный квадрат Малевича, я вообще был в шоке. Я тоже же умею так. И вот каждый раз, он говорит, разве самому проворному достается бег? Он говорит, нет, всему время и случай. У меня нету времени и не случай. Каждый раз я как будто бы оказываюсь не вовремя. Один человек говорит, слушайте, пришел в компанию Колгитт, говорит, я вам увеличу прибыль в два раза, а вы мне миллион долларов дадите. Он говорит, давайте, если увеличится, тогда дадим. Он говорит, знаете, что сделаете? Увеличьте горлышко, диаметр горлышка в два раза. Потому что люди все равно выдавливают пасту на всю щетку. Будут тратить в два раза больше, прибыль в два раза больше. Как мне такая идея в голову? И ты вот каждый раз думаешь, где же мой случай? Он говорит, нет, у меня случая. А еще найти, что у меня нету? У меня еще неправильное место. Я не на правильном месте нахожусь. Ты знаешь, откуда я? Если бы ты знал бы, где я живу, если бы ты знал бы, где я нахожусь, с такого места ничего доброго не бывает. Не то, что недавно, может быть, лет 10-20 назад, как-то королева приехала в стадионные Штаты Америки, потратили около 10 миллионов долларов в приезд королевы на одну неделю. Она привезла с собой две тонны вещей. Четыре автомобиля, три самолета прилетело, три платья на каждый выход, на всякий случай, даже траур на платье, если вдруг кто-то умрет. Ну, вот так у цари приезжают. Вот скоро мы будем праздновать Рождество. Мне кажется, когда Иисус сюда пришел, это же тоже царь пришел. Мне кажется, что там в бухгалтерии все поперепутали. И со временем, и с местом. Места вообще нету. Господи! И он говорит, и ты будешь мне рассказывать, что у тебя неправильное место? Ну, хотя бы немножко, не в одни Ирода. Пусть он уже умрет, а потом будет поспокойнее. И ты хочешь сказать, что ты не в правильное время? Он говорит, есть еще у меня третья причина. У меня нету правильного человека, который мне поможет. Конечно, у тебя получается. У тебя кто, папа? А, все понятно. А кто у тебя знакомый? А, все понятно. Вот если бы у меня были бы такие знакомые, вот если бы у меня был бы такой человек, Бог говорит, а как же я? Я у тебя есть. Я сказал, я с тобой. Я сказал, что мое имя Эммануил, Бог с нами. Поэтому, если ты спрашиваешь когда-нибудь, где Бог, так и говори. Эммануил, где ты? Бог со мной, где ты? Все поймешь. Я хотел, чтобы это так донесло до тебя, чтобы это было в моем имени, чтобы ты просто не мог даже выразить этот вопрос. Я определился, где ты. Мы здесь не находим его, мы здесь просто обнаруживаем, что он был всегда с нами. Он говорит, я с тобою. Я веду, я есть у тебя. Я прочитаю, время неумолимо летит. Я супруге обещал, что сегодня закончу вовремя. Исайя 42 глава. 14 стиха мы прочитаем. Он говорит, Бог говорит, «Долго молчал я, Бог говорит, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все». Представьте вот эту картинку. Бог, который удерживается в том, что хочет сказать. Хочет сказать, но не говорит. вот так вот. Говорит, теперь, говорит, не просто скажу, это будет, буду кричать, как рождающийся. Скажу, несколько лет уже существует такой сервис, что мужья могут тоже присутствовать на родах с женами. Хочу сказать, небольшим спросом пользуется этот сервис. Немногие желают оказаться. Бог говорит, поверьте, если вы хотите узнать, что такое кричать, говорит, я буду вот сейчас вот так кричать, удерживаться не буду. И мы читаем, что делает его крик, «А пастушу горы и холмы, и всю траву их и сушу, и реки сделаю островами, а сушу озера, и поведу слепых дорогу, которую они не знают, неизвестным путем будут вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять с великим стыдом и покроются надеющиеся на идлов, говорящие, «Вы наши боги, слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть». Он говорит, сейчас буду так кричать, мне эти слова похожи, как вот есть такой атомный взрыв и такая вот эта волна идет, и она просто опустушает все. в горы и просто вровень. Бог говорит, вот так сейчас буду кричать. Что же он будет кричать? «Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Он говорит, «Поверьте, кричать я буду не грешником». Бог говорит, «Я тоже протестант, имею против тебя, не против мира». Он говорит, «Кто так слеп, как тот, которого я послал? Кто так глух, которому я так каждый раз говорю? Да, да, аминь, 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 Господи, где ты? Господи, что ты? Да, Господи, да, аминь, аминь, аминь. Что еще мне нужно сделать? Я с тобою. Не заботись ни о чем, потому что знает Отец ваш, в чем имеете нужды. Виталик, ты просто не знаешь моих нужд. Я не знаю, я благо, я вам ничем не могу помочь. У меня нету ресурсов. Но это не мои слова, это его слова. Он говорит, «Я знаю. Неужели ты думаешь, что я не знаю, что меня нужно уговорить, докричаться до меня? Ты видел многое и не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Он говорит, «Я это уже хотел сделать, знаете, уже не ради тебя, просто ради себя. Мне уже неудобно, что ты в таком положении находишься». Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделали из добычей, и нет избавителя, ограбленный, и никто, и никто, и никто не говорит, отдай назад. Ну, так бывает. Я есть у тебя. Моя воля, чтобы ты непрестанно молился, ты всегда будешь нуждаться во мне. Я тебя не сделал самодостаточным. Ну, у тебя есть я, ты можешь молиться, к тебе открыт этот доступ. За все благодарите, поверь, я буду отвечать тебе, и тебе будет за что благодарить. Я действую в твоей жизни. И вот этот человек говорит, есть три причины, почему в моей жизни этого не произойдет. У меня нет правильного места, у меня нет правильного времени, у меня нет правильного человека. Мне кажется, значит, что, ну, обычно мы так читаем, говорим, что без веры Бог не может сделать чудеса, правда? Я не знаю, это не похоже на меня на веру. Мне кажется, что Иисус вот так сделал, так вот закрыл уши и сказал, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ничего не слышу, я сделаю это чудо, потому что у меня сегодня праздник. И он говорит ему, Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тот час, тот час, о, как мне нравится это слово, тот час, да? Это 38 лет и тот час. Ох, Господи, почему этот час раньше не был? Так просто. Тот час выздоровел, взял постель свою и пошел. Я хочу сказать, мы сюда ехали по пробкам в Краснодаре в 10 баллов. До вокзала. Потом мы еще 4,5 часа сидели в Ласточке, чтобы доехать до Сочи. Потом еще сидели еще 4 часа в самолете. Потом нас не хотели, не захотели нас посадить, потому что у вас здесь снег шел. Еще сидели. Знаете, для чего мы это все сделали? Чтобы мне сегодня здесь стоять перед тобой. И я хочу тебе кое-что сказать, чтобы ты услышал. Мы это сидели для того, чтобы ты услышал эти слова. Если Бог говорит тебе «Встань», значит, нужно встать. Если Бог говорит тебе «Встань», сделай то, что Он тебе говорит. Я не знаю, где ты сидишь. Я не знаю, сколько ты сидишь. Может, ты просишь второй шанс, третий шанс. Ты говоришь, я, наверное, никогда отсюда не смогу вылезти. Однажды был такой случай. У Наполеона, говорит, конь вырвался и убежал. Никто не может его словить. Как вдруг один рядовой раз, ловко схватил его и к Наполеону подводит, говорит, «Ваш конь, сер». Тот говорит, «Спасибо, капитан». Знаете, что делал рядовой? Пошел, взял форму, пошел в столовую офицерскую, нормально поел и пошел узнавать, где его комната. Почему? Если Наполеон сказал, что я капитан, значит, я капитан. Знаете, если Бог тебе говорит, «Встань!» «О, нет, я просто такой плохой, у меня, наверное, не получится». Я просто тебе хочу сказать, «Встань!» Он приходит, и он говорит, «Встань!» Пропущу несколько моментов, там идет такой интересный разговор. Иисус находит этого человека еще раз, помните, чуть позже, как будто догоняет и говорит, «Мне я кое-что забыл тебе сказать». Последнее. Потому что тот не знает, кто это, он исчез. Он говорит, «Не греши больше, чтобы не было ничего хуже с тобой». Да? Я вот думаю, а что может быть хуже 38 лет болезни? Вы можете себе представить? Я только одно могу себе представить, это 39 лет болезни. Он говорит, «Поверь, есть реально что-то хуже болезни». Ты же, Господи, это нет, это… Он говорит, «Поверь, я не знаю твои ценники, но я-то знаю, из чего мир состоит. Если бы ты только знал, что такое грех, ты бы понял, есть что-то хуже». Поэтому говорит, «Если бы ты знал, то лучше тебя вообще без руки, без глаза и без ног, ну, старство Божие, потому что ты даже не представляешь, что есть что-то хуже». Знаете, человек вообще определяется таким словом «homo sapiens», помните? Человек разумный. Мы такие, мы же умные. Ну, это, можно сказать, наша особенность. Мы умеем думать. Знаете, последние слова Иисуса на кресте. «Отче, прости их, я их понял, кто они такие люди. Прости их, ибо они не знают, что они делают». Они реально думают, что они «homo sapiens». Они все просчитали. Они вот это, вот это, но это как бы не очень, это вот. И в глазах кажется, путь прям, а конец их погибели. Он говорит, поверьте, я знаю, что есть на самом деле. Одна женщина с нами оставалась, каждые выходные, родители, нам нужно было уезжать, нас было много, и вот она говорит, я еду к вам сейчас, захожу в автобус, там очень плотно, или в троллейбус, не помню, нашла на второй лейбус и вспоминаю, что у нее в кармане кошелек. Думаю, на всякий случай надо проверить, подержать его в кармане, опускает руку в карман, а там чужая рука. Он хвость ее, фух, словил ее. Стоит мужчина, рядом краснеет и ничего не говорит, даже не извиняется. Нахал. Он начинает ему сжимать руку. Ну что? Смотрит на него, тот на нее не смотрит, тот вот так, под по глазам, начинает ему царапать руку. Начинается остановка, все начали выходить, и она понимает, что она засунула руку в его карман. Скажите, у вас, у вас никогда не было такого, когда вы в чем-то были настолько уверены, что это так? Да это точно так. Его глаза выдают, что это так. Сто процентов это так. А вновь вы узнаете, что это не так. И думаете, надо же, я хочу, чтобы ты вот вдруг на секунду усомнился. А что, если реально, есть что-то, чего я не понимаю? Бог говорит, я действую в твоей жизни, я никогда тебя не оставлял. Я знаю, что тебе нужно, я веду тебя. Я забочусь о тебе. Я с тобою. Но поверь, есть что-то хуже. просто доверься мне. Ты в моей руке. Знаете, когда вы захотите устроить праздник и просить Иисуса, убедитесь, что за вашим праздником есть тот человек, который в нем нуждается. Вы сами знаете, как отличаются эти собрания, когда мы приводим кого-то с собой, да? Бог действует, Он хочет здесь быть. Ему нравится наша песня. Спасибо большое. Сегодня было шикарное проставление. Мне кажется, что каждое утро на небесах примерно начинается именно с такого проставления. Если у них, конечно, есть утро, но там написано, и деревья приносят 12 раз в год, значит, какое-то, видимо, есть. Я хочу тебе сказать, если ты в какой-то момент, вдруг придет его понимание, это слишком высоко для меня, я слишком низко, не дай обмануть, Он пришел как врач. Я хочу, чтобы мы встали, будем молиться.